Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС Новости в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новости в студии Светлана Шевченко. 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 После ввода в эксплуатацию сияние самого большого стадиона Новосибирской области можно будет видеть из разных точек города, в том числе из пролетающих на столице Сибири самолетов. Чтобы сдать в эксплуатацию стадион как можно быстрее, как мы видим, работы не прекращаются и в темное время суток. Например, сейчас идет асфальтирование площадки под трибуны, именно в том месте, где хоккеисты будут приезжать на матчи и заходить в раздевалки. А в верхней части стадиона электрики устанавливают подсветку, именно так в ночное время суток будет выглядеть и подсвечен наш стадион. Посмотрите, как прекрасно, вид просто завораживающий. До завершения строительства нашего стадиона остается совсем чуть-чуть, мы выходим на финишную прямую и первые матчи Сибири в этом ледовом дворце не за горами. Михаил Дорошенко, Сергей Жданов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Прокуратура проверит деятельность компании организатора тура ООО «Экстрим Тайм» по факту трагедии на Камчатке, где альпинисты погибли из разных регионов страны, в том числе наши земляки. Напомню, 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов выдвинулась на самый высокий действующий вулкан Евразии, Ключевскую сопку, 4,8 тысячи метров высота. Организатором тура выступала компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского, краев Москвы, Новосибирской и Владимировской областей. Они зарегистрировались в МЧС. 2 сентября 9 из 12 человек начали восхождение. На следующий день сообщили, что туристы сорвались с высоты более 4 тысяч метров и несколько человек погибли. Количество разницы от 5 до 9 человек. Новосибирские энергетики намерены уложиться в срок при реконструкции и модернизации теплосетей. Об этом на выездном совещании в понедельник они заверили мэра города. В ходе РИДа осмотрели один из наиболее проблемных объектов – участок магистрали на улице семьи Шемшиных. Трубопровод уложили 57 лет назад. И за последнюю пятилетку на нем произошли 27 аварий. Теперь там приходится перекладывать трубы диаметром 500 миллиметров. Стоимость работ почти 200 миллионов рублей. Всего же энергетики направят на капремонт и техперевооружение почти 2 миллиарда рублей. Таким образом, они надеются сделать теплосети надежней. Все эти ремонтные работы повысят надежность нашей системы теплоснабжения тоже в разы. И целые аварийные участки труб, которые влияли на теплоснабжение города, там, где были постоянно аварии каждую зиму, все это уйдет в прошлое. И, собственно говоря, ради этого проводится вот этот объем работы. Проверили знания по истории Отечества и Второй мировой войны. В России провели ставший уже традиционным диктант Победы. Масштабная акция проходит четвертый год и собирает участников не только в нашей стране, но и за рубежом. О том, как диктант Победы, писали в Новосибирске в нашем сюжете. Возвращайся скорее, любимый, и кружи в школьном по себе. Диктант Победы – это проект, к которому многие возвращаются. Те, кто написал раз, признаются – хочется участвовать еще, расширять знания по истории России и мира. Пишут и школьники, и пенсионеры. В тесте 25 вопросов, на которые нужно ответить за 45 минут. Многие выходят из аудитории гораздо раньше. Около получаса. И вот когда вот ты читаешь все эти задания, сразу себя загоняешь. Блин, вот это было на ЕГЭ, а ты вот не повторял это, и мог так легко ответить. Допустим, какой актер сыграл Александра Невского в фильме Александра Невского. Я не вспомнил, честно говоря. Старшее поколение уверено, такие проекты сохраняют историческую память для молодежи. Очень важно, потому что я даже у внучки спрашиваю, как ты к этому относишься. Достаточно ли вам в школе говорили о Великой Отечественной войне. В этом году диктант посвящен событиям Второй мировой войны. За годы расширилась география акции. Писали не только в России, в 45 государствах, в том числе Мексика, Бангладеш, Армения и Франция. Проверяли знания и иностранцы. Материал подготовили на английском, испанском, французском и китайском языках. Только в Новосибирской области работали около 350 площадок, которые посетили 17 тысяч человек. Найти описание некоторых фактов, которые я мальчишкой слышал от моей бабушки, от отца, от мамы, от их братьев и сестер, которые рассказывали о том, как воевали деды, какие трудности переживали в тылу мои родственники. То есть это личный интерес, первое. Второе, наверное, более глобальное, более значимое. Это доказательство, что для нашего народа это важно. В тесте есть задание, где нужно вставить пропущенные слова или назвать участника значимых событий, вспомнить название памятника, фильма или песни. Прошлые три диктанта давали основной упор на Великую Отечественную войну, а тут уже Вторая мировая. Учитывая сегодняшнюю дату, которую озвучили в начале диктанта, я скажу, что мы как раз таким образом и, может быть, завершили, а может быть, еще раз напомнили, что Вторая мировая война закончилась именно в сентябре 1945 года. Диктант Победы проводили в рамках проекта партии «Единая Россия. Историческая память». Вопросы подготовили специалисты Института Истории Российской Академии Наук. Принять участие можно было и онлайн. Эти задания все собираются со всей страны. Они отправляются в Москву. И ведь диктант проводится организационно, именно так, как проводятся экзамены ЕГЭ. В прошлом году у нас были победители из муниципальных районов. Например, глава Сузунского района Некрасова Лилия Владимировна была одним из победителей на федеральном уровне. Победителей всероссийской акции 9 мая пригласят в Москву на Красную площадь. За хороший результат в тесте поступающим в ВУЗы молодым людям начислят дополнительные баллы. Дмитрий Белькевич, Светлана Шевченко, Сергей Жданов. Новости ОТС. Эксперимент по рекультивации мусорной свалки провели в селе Нижнечеремошное Краснозерского района. Лишь 4% отходов вывезли на полигон. Остальное просеяли и использовали как перегной. Подробнее в сюжете Александра Попова. За 60 лет свалка в Нижнечеремошном захватила 14 гектаров посевных полей, подбираясь к домам горожан и мешая местным сельхозпроизводителям. Рядом поле, там вот, значит, лен, ну и разные культуры были. Вот это все со свалки, ветра отсюда в основном, все туда. Там столько было стеллофана, бумаг, ну всего, всего, что работать было невозможно. Чтобы справиться с огромным стихийным полигоном, понадобилось более 14 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета и три месяца работы. Подрядчик, ну, приходилось и спорить, приходилось и уговаривать где-то, и говорить, что вот мы не примем по-другому объект, нам нужно чистое поле. Конечно, всегда проще выполнить работы, если бы просто можно было бы загрузить и вывезти. Однако вывозить в Краснозерском районе было просто некуда. Существующий полигон мог принять не более 5% отходов, накопившихся в Нижнечеремошном. Все-таки это не городской мусор, а сельский. Морфология другая. 49 тысяч тонн отходов на полигон вывезли лишь две тысячи. Остальное просеяли и рекультивировали как перегной. Прошло всего лишь три недели и уже выросла трава. А на сегодня площадка готова для засева сельскохозяйственных культур. Свалка в Нижнечеремошном – одна из первых в областной программе по расчистке объектов, отягощенных судебными или прокурорскими решениями. Такой опыт, который в районе здесь работал, он, безусловно, будет полезен при реализации той программы, которую сегодня фактически начало правительство Сибирской области вместе с законодательным собранием по все-таки разрешению этой злободневной проблемы. Всего в течение пяти лет в регионе планируется ликвидировать 184 свалки. Александр Попов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Поставить прививку от ковида и гриппа в Новосибирске на базе Центра охраны здоровья семьи и репродукции открыли кабинет вакцинации от ковид-19 для беременных женщин. На каком сроке можно ставить и есть ли противопоказания, расскажет Екатерина Стывко. Вот здесь вот глазки светятся, это не тяжко. Наталья Посаженникова впервые видит своего малыша. Срок три месяца. Пол ребенка девушка просит не говорить. Для семьи будет сюрприз. Ковида не боится. Переболела им еще до беременности. Легко, спокойно, просто как у РВИ. Но тяжеловато было, что запахи пропали, но потом нормально. Вакцинировалась до беременности. Врачи советуют Наталье ревакцинироваться чуть позже, к концу второго триместра. Ведь женщинам в положении нужна особая защита. Иммунитет ослаблен, а значит риск подхватить инфекцию высок. Кабинет вакцино-профилактики открыт для всех беременных женщин Новосибирской области. Единственное условие – срок беременности должен быть минимум 22 недели. Записаться на прием можно на портале госуслуг или по телефону. Перед прививкой пациентку осмотрит терапевт. При необходимости еще и гинеколог и УЗИ-специалист. А после укола женщину будут наблюдать в дневном стационаре. Вакцинация спутником ВИ. Доказано, что вакцина не проникает через плаценту, соответственно, не оказывает влияние на плод. Но, что интересно, те антитела, которые образуются, иммуноглобулины G, они определяются в поповинной крови плода. И, соответственно, беременная таким образом защищает не только себя от тяжелых последствий, но и новорожденного в первые 1-2 месяца. Коронавирус у беременных нередко протекает тяжело, рассказывают доктора. Вплоть до преждевременных родов. Постковидный синдром может быть и у малыша. В более старшем возрасте, в возрасте 3-4-6 месяцев, то есть на первом году жизни, они заболевают, то есть даже обычные инфекции, такие как бронхит, пневмония, другие у них протекают значительно тяжелее, чем у тех детей, у которых мамы не болели новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в нашем регионе около 27 тысяч беременных женщин. И еще есть время поставить вакцину. Новая волна ковида только набирает силу. Кабинет в Центре охраны здоровья семьи будет работать в две смены. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов, Новость ОТС. Один из лучших врачей лабораторной диагностики страны работает в Новосибирске. Результаты всероссийского этапа конкурса огласили в Москве. В медицине Марина Шаховцова 41 год. Почему выбрала эту профессию и изменила ли что-то высокая награда, узнавали мои коллеги. 4 миллиона исследований ежегодно. Такая статистика у отдела лабораторной диагностики городской больницы номер один Новосибирска. И врач Марина Шаховцова, которая здесь трудится, стала одной из лучших в России в номинации врач клинической лабораторной диагностики. Марина Адольфовна в семье первый медик. Вспоминает, папа очень хотел, чтобы дочь стала врачом. Он всегда говорит, нет, медицина все равно у нас пойдет вперед. У нас все будет с медициной отлично. У нас врачи будут и зарабатывать. Они будут очень значимые люди. Так говорю всегда. Ну и, наверное, это потестило на меня. Сначала медицинское училище. Работала санитаркой, потом медсестрой. В мединституте училась на педиатрическом факультете. По распределению выбирала между лабораторной диагностикой и скорой помощью. Хотела набраться опыта, научиться оперативно ставить диагноз. Потому пошла в неотложку. Через 11 лет попробовала свои силы в лаборатории и осталась на 24 года. Сначала мне не хватало очень общения с пациентом, когда я пришла из педиатрии. Про пациента что-то узнать можно в отделении. То отделение, в котором наблюдается. И если есть интерес, написать какую-то статью, какой-то тезисы какие-то, написать что-то интересное. Гормоны, инфекции, онкомаркеры, сотни исследований ежедневно. Важны и скорость, и качество. Во время пандемии количество работы увеличивалось значительно. Справились. Благодаря не только современному оборудованию, но и человеческим качествам специалистов. Упорство, трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность. Вот Марина Адольфовна соответствует вообще всем этим качествам. Жажда знаний. Про нее очень много можно говорить хорошего. Она одна из лучших наших врачей. Залог ее успеха – это любовь к выбранной профессии. Марина Шаховцова рассказывает, предложение больницы принять участие в конкурсе «Врач года» стало неожиданностью. Победителем в области не стало. Успех пришел на всероссийском этапе. И когда уже в Маяковском состоялось вручение наград, дипломов, вот тогда объявили, что я вышла в третий этап, победила в третьем этапе, но места еще никто не знал. Да, я была рада. Моя дочь радовалась еще больше меня. Она прям там ликовала. Что-то в жизни поменялось после этого? Больше внимания. С моей стороны я как работала, так и работаю. Потому что я всегда так работала. То есть в моей жизни какое-то отношение ни к чему не поменялось. Любимое дело – цветоводство. Но сейчас особое внимание к цветам жизни. 1 сентября старший внук Клим пошел в школу. Наталья Цопина, Константин Менин. Новости ОТС. Любители автостарины собрались в Новосибирске. В парке музеев «Галерея времени» прошел межрегиональный ретро-фестиваль. На нем показали более полусотни машин и мотоциклов. С экспозицией ознакомился наш корреспондент Алексей Кудинов. Москвичи, запорожцы, жигули. Эти машины сегодня все реже можно встретить на дорогах и все чаще на ретро-фестивалях. Большая часть экспозиции – именно массовые советские авто, к которым хозяева относятся по-разному. Кто-то старается как можно лучше сохранить первозданный вид, не меняет агрегаты, не перекрашивает. Кто-то реставрирует советскую классику, добиваясь идеального состояния. Если машина реставрированная, то оценивается качество реставрации, качество покраски, качество деталей, новых, старых, восстановленных деталей. Если оценивается машина по уровню сохранности, то есть когда кто ее не делал, так называемые капсулы времени, смотрим, соответственно, насколько все это сохранилось с тех времен, насколько оно не тронутое. За летний сезон в Западной Сибири обычно проходят три больших ретро-фестиваля – в Томске, Новосибирске, Омске или Новокузнецке. Размах зависит от того, сколько денег смогут найти организаторы. В Новосибирске представили около 50 машин и мотоциклов. Они приехали своим ходом из соседних регионов. Это не так много, но после перерыва, связанного с пандемией, автор-реконструкторы рады и такой встрече. Этот год у нас намного лучше, чем прошедшие годы, потому что отменили масочный режим. В этом году мы участвовали в прохождении 9 мая, был фестиваль «Сковского Ивана», мы ездили в Томск, в Красноярск, все было почти как до этого масочного события. Они приезжают, начинается с 9 часов утра. И вот я смотрю, они все кучкуются, разговаривают, обсуждают, переписывают телефоны, кто кого не знает. Если приходят какие-то посетители, говорят, слушайте, у меня вот остались запчасти. То, конечно, давайте мы или выкупим, или вы нам подарите. Да нет, в основном вы их заберите, потому что они лежат, и мне жалко их выкинуть, например, на металлолом или на помойку. Если для любителей автостарины главное общение, то обычные посетители приходят, чтобы посмотреть уникальные экспонаты. Парк «Галерея времени» работает уже два года и постоянно пополняется новыми музейными коллекциями и арт-объектами. Из последних приобретений огромная маска времени над одним из павильонов и шпиль с нанизанными на него автомобилями. На фестивале представлены не только хорошо сохранившиеся или отреставрированные заводские автомобили, но и самоделки. Например, вот эта машина еще несколько лет назад ездила по дорогам Академгородка. В программу фестиваля вошли несколько конкурсов. Участники соревнуются в умении заводить автохлам. Команды сварщиков и художники трудятся над новыми арт-объектами. Лучшие останутся в «Галерее времени» на память об этом ретро-фестивале. Алексей Кудинов, Алексей Баженов. Новость ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok